МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые болельщики! Мой коллега Сергей Соколов сказал, что я немного расстроен. Это он мягко выразился. Я уже вторые сутки, у меня бессонница просто. Ну так я расстроился! Я думаю, вы тоже! Вот, не знаю, у меня вопрос к вам, уважаемые болельщики. Вот вы не чувствуете себя, что нас всех обокрали. Проклятые капиталисты за океаном нас просто обокрали. Какой сезон намечался, какой плей-офф нас ждал впереди. Все это пропало. В результате будет куцый сезон в национальной хоккейной виге. Они просто как собаки на сене. Они ни себе, ни людям. Ну, это отдельный разговор. Ладно, сегодня у нас матч СКА Акбарс, точнее Акбарс СКА. Сразу представлю арбитров. Вячеслав Буланов главный, Константин Оленин главный, это москвичин. И из Билдера до лайнсмены Алексей Майтак, Майтак правильно, и Евгений Бронских. Ну что, Константин Барулин в рамке ворот Акбарса. Предсказуемо было. У СКА сегодня вратарь Илья Ижов. Хотя он после травмы, безусловно, я желаю Илье удачи в сезоне, в оставшемся сезоне. Он теперь номер один. Он теперь голкипер номер один. Это отдельный разговор, отдельная, как говорится, песня. Отдельная ответственность. Очень высокая ответственность. Ну что ж, вот первые атаки команды Акбарс на своей площадке действуют хоккеисты столицы Татарстана. Это как раз вот Зарипов, да. Ну, не знаю, возможно, сейчас руководство Акбарса где-то, наверное, довольны. Они приняли такое решение. Они выбрали такую стратегию. Одни из немногих. Из топ-клубов, конечно, я имею в виду. Они не приглашали действующих инхейловцев. Несмотря даже на локала. Это вот, кстати, главный тренер Акбарса Белов. Валерий Белов. Главный тренер команды СК Юка Яланин. Сегодня интересно. Да, вот Тихонов. Ну, уже говорили мы перед началом матча. Уехал Тарасенко. Справа появился Афиногенов вместо Тарасенко. Я как только увидел стартовый протокол, сразу вспомнил. Вот как только появился Ковальчук, первые тренировки как раз тройка проводила именно в этом составе. То есть, именно в пару поставили тренеры, вот, кстати, Юкалой Яланин, слева Михаил Крайц, поставили в пару Афиногенова и Ковальчука. Ну, два самых опытных хоккеиста, безусловно. И, возможно, тренеры имели в виду, что они все-таки один сезон в Атланте, в Национальной хоккейной лиге, провели вместе. Да, ведь Афиногенов заканчивал свою карьеру в НХЛ как раз в Атланте. Ну, сейчас этого клуба уже не существует, но это вот все-таки вот у нас, видите, прелюдия к матчу. Ну, действительно, потому что такие события произошли. Посмотрим, посмотрим, пока Ковальчук остался. Да, вот меня поправляет один все-таки был, Емелин, да-да-да-да-да. Емелин защитник, долго там решался вопрос. Он и позже остальных НХЛ приехал, тоже уехал. Но это все-таки один. У нас, в принципе, да, если считать полевых, то вот Ковальчук на месте, Тарасенко уехал. Очень жалко, конечно, Бобровского. Еще раз желаю удачи Илье Ижову. Но, тем не менее, последние игры Бобровский показал, какого он уровня достичь. Какая у него потрясающая была форма. Это Евгений Артюхин на ваших экранах. Да, он сегодня в третьем звене. Третье звено Макаров, Макаров-Кочеряренко-Артюхин. И в обороне Чудинов. И Семенов. Вот так вот идет. Нет, уже четвертый. Да, Непряев справа Федоров. Слева. Слева Бурдас. Да. Кстати, очень хорошо. Эта именно тройка провела последнюю игру с Нижневекамским нефтехимиком. Федоров Дуглем отметился. Вообще здорово. Сыграли все звенья из лидерских наших звеньев. Из первых и старых. Только Патрик Торресен отметился с заброшенной шагой. Ну, то есть, да. Вот так поднята вверх рука арбитра. Это значит, будет удаление у арбитра Петербурга. Вот дотронулся Кевин Далман до шайба. Первое удаление. Задержка соперника клюшкой. Это вот, кстати, один из главных арбитров Константина Ленина. Москвич. Ну, еще я уже говорил, Вячеслав Буланов, второй главный арбитр. Первое удаление сегодняшнего матча. Иван Днепреев отправляется отбывать двухминутный штраф. А у меня какая надежда на сегодняшний матч? СКА последние годы очень удачно играет столица Татарстана. Очень удачно. Причем даже в те вот знаменательные для татарского хоккея годы, когда Акбарс подряд дважды выиграл кубок Гагарина, СКА играл всегда очень хорошо. Почти постоянно выигрывал в Казани. Почти. Ну вот, естественно, да, Морозов. Морозов делает все-таки передачу назад. В большинстве играют хозяева площадки. Они в зеленой форме. В светлой форме, как из тыска. Патрик Торосов. Очень грамотно, очень хладнокровно. Вошел в зону, вернул шайбу назад. Вот так убиваются штрафные секунды. Напомню, СКА в меньшинстве. Капанин. Естественно, да. 10 тысяч вмещает арена Татнефть. Очень-очень хороший стадион. Новая арена. Ну, относительно новая. Относительно, предположим, нашего ледового дворца, да? Я был там два раза. Очень мне понравилось. Очень хорошая арена. Уютная. Очень хорошие условия для болельщиков. Ну и болельщики ходят. Прекрасно ходят. Хорошая посещаемость у команды Акбарс. Зарипов. Ну, естественно, да. Самые лучшие силы. Выпускает Валерий Белов на площадку. Морозов. Не стал сходу бросать защитник команды Акбарс. Выходит шайба. Да вот она докатывается аж до Барулина. Ялодин с задумчивости. Обухов. Смену в ходе встречи. Попал под силовой прием Кучерявенко-Обухов. Это Медведев. Защитник команды Акбарс. И 26-й. Это Иманин. Да, вот сегодня, кстати, посмотрит Юка Яванин на своих соотечественников. Вот, кстати, Песанин, Яна Песанин. 20-й номер. Быстро очень пролетело штрафное время. Практически без остановок проходит игра. Но удалось продержаться армейцам Петербурга. Удалось продержаться в меньшинстве. Кевин Далман не позволяет Обухову сделать передачу на пятак. Вот все-таки прошла передача. И не успевает Куляш. Вернее, он успевает, но ему бросить не позволили там. Где шайба? Шайба у Ильи Ижова. Ну, практически вот первый такой. Первый раз струбил в игру Ильи Ижов. А это Валерий Белов, главный тренер команды Акбарс. Был долго, очень проработал вместе с Динутулой Берлигиновым. Они еще даже в Динамо вместе работали. Представляете, как давно. Белов же тоже воспитанник, как бы... Ну, он вообще-то воспитанник Лады, Валерий Белов. Но, тем не менее, в московском Динамо он выступал. Даже становился чемпионом России в 2000 году. Чудинов. Длинная передача. Это Тихонов, кстати. Да, вот Афиногенов. Ну, посмотрим, вот действительно смогут восстановить связи, которые нарабатывались еще в Национальной хоккейной лиге между Ильей Ковальчуком и Максимом Афиногеном. Максим Афиногенов в предыдущем матче отметился забросанной шайкой. Это Максим Чудинов. Да, конечно, надо везде искать свои плюсы. Я вот все продолжу эту тему локаута. Ведь у нас... Ну да, я же говорил. Сезон закончится, в общем-то, тоже бесславно, потому что на чемпионат мира никто из Инхэллоса приехать не сможет. Никто. А представьте себе, опять чемпионат мира пройдет в Швеции и Финляндии. Вспомните посещаемость в Швеции предыдущего чемпионата, когда не ходили болельщики даже на Малкина с Дацуком, да? То есть впору сейчас в Стокгольме на Глобин-арену вообще объявлять, что билеты на чемпионат мира будут бесплатными. Иначе вообще никто не придет. В Финляндии-то, конечно, получше посещаемость будет. То есть никто на чемпионат мира из Инхэллосов не придет, а не приедет, потому что сезон... Сезон еще будет продолжаться. Такой куцый сезон, 48 матчей. Ну, отдельный разговор. Я по-прежнему так брюшу. Вы уж меня простите, но я все не могу никак успокоиться с окончанием этого локаута. Петров. Да, Петров получает шайбу. Шесть минут с половиной прошли в первом периоде. Пока 0-0. Первое звено у армейцев осталось в неизменном составе. Это Мортенсен, Торресон и Пруха. Бросок! Клиай же вступает в игру. Хорошо на скорости. Пруха молодец, здорово! Входит в зону Торресон! Но, скорее всего, это просохло поворотом. Первое звено выглядит очень хорошо сейчас. Скорости хорошие, скорость. Ну, естественно, взаимопонимание у этих хоккеистов тоже отлично налажено. Они давно уже играют вместе. Патрик Торресон не бросает. Подключает защитника в атаку. Калинин тоже не бросает через борт, делает передачу. Торресон. Бросок! Барулин на месте. Клиай же без маски. Вернее, да, он просто не опускает маску. Да, вот, кстати, Соколов. Да, один из помощников там чуть подальше. Абрамов. Это помощники Белова. Главного тренера команды Акбарс. Звено Кучерявенко на площадке. Справа Артюхин. Семенов. Наброс на ворота делал Алексей Семенов. Кучерявенко первый будет. Шайба покидает пределы площадки. Ну, что это на Артюхиной? Кто же это у нас там осмелился? Захарчук, да. Один из самых тоже крупных хоккеистов Акбарса. Скорее, самый крупный, потому что Никита Алексеев уже покинул команду. Да, вот Захарчук с его ростом 195 сантиметров. Самый крупный хоккеист в Акбарсе. Вот, смотрите, они с Артюхиным борются за место под солнцем на пятачке. Ну, так, все обошлось. Я думаю, обойдется без удалений. Поговорили друг с другом. И Песанин. Ян и Песанин. Шайба в углу площадки. Чудинов. Не удалось, не удалось обыграть сейчас Макарову соперника. Задумывал интересно. Кучеряенко на Макарова. Макаров. Захарчук атакует Макарова. Макаров подставляет корпус. Вот тут очень надо внимательнее защитнику, да. Толпнешь набор, получишь двухминутное удаление. И игрок как бы подставляется даже специально. Вот у нас в предыдущей трансляции как раз Алексей Кознев нам объяснял, как можно подставиться вот именно вот под толчок на борт. То есть для того, чтобы команда соперника заработала удаление двухминутное. Как ныне у двухминутное удаление. Через лицевой борт прошла передача. Кубачук. Тихонов. Афиногенов одно касание играет. Бердюков. Бердюков в этой пятерке играет в обороне. Афиногенов. Можно бросать. Бердюков бросает. Подставлял в плюшку там Тихонов. Хорошо в равных составах СКА имеет преимущество. Ну, по крайней мере, инициативу. Бросал, бросал. Сейчас Афиногенов не точно. Хороший отрезок. Хороший отрезок провело второе звено команды СКА. Будем говорить, так как они уже несколько матчей проводят номинально вторыми. Но уже сегодня без Тарасенко. Безусловно, Тарасенко пойдет на пользу вот это время, проведенное в команде СКА. Причем с кем? С Ильей Ковальчуком. Ну, что вы. Это вот лучше даже не придумать для Тарасенко. Он же первый сезон, у него предстоит в Национальной хоккейной лиге. Вот так вот быть бок о бок в одной раздевалке, в одной гостинице. Посмотреть, как человек готовится к матчам. Но это вообще касается всех игроков команды СКА, кто помоложе, безусловно. Вот посмотрите, как вот звезда мирового уровня, каковой является, безусловно, Илья Ковальчук, готовится к матчам. И проводит матчи, проводит тренировки. Так что для Тарасенко это очень хороший опыт. Ну что ж, вот был момент у Бурдасова. Кевин Далман закрыл зону Бурдасов. Продолжает движение шайбы на Непреева. Федоров. Ну вот такой бросок разворота. Так опасности он для Барулина не представлял. Тем не менее, а вдруг отскок. Медведев. Алексей Медведев, чемпион мира. Чемпион мира среди взрослых, безусловно, до 12-го года. Защитник команды Акбарс. И Александров. Отбили Льдинов, Мышкин справа. Да, постоянно они призываются. Ну еще бы, Зилантула Хайдярович не приехал бы в Казань на матч с Акбарс. Ну вот он улыбается, настроение у него хорошее. Хотя проблемы, я вот просто... Ой, какой хороший был момент. Ну! Нет, Барулин, Барулин на месте. Патрик Торосов. Какую возможность имел. Мог вполне норвежский нападающий команды СКА открыть счет. Вортоцин какую классную передачу сделал. Вот, смотрите. Даже в двух... Два момента было у Патрика Тороса. Мед распечатать Барулин на не удалось. Так вот, по поводу Белелединова. Он же прекрасно понимает, что ему придется составлять на предстоящий чемпионат мира сборную. Исключительно из хоккеистов, играющих в КХЛ. Потому что из национальной хоккейной лиги никто не приедет. Учитывая, что сезон затянется. Вот этот куцый сезон. Абсолютно точно могу сказать, неполноценный сезон. Который можно даже было не проводить. Все-таки он состоится в национальной хоккейной лиге. Это Зарипов против него Семенов. Пробрасывает шайбу вдоль Семенова. Ну, настолько сильно, что шайба ушла в угол площадки. Свисток. Шайба покидает пределы площадки. Вот по поводу сезона в национальной хоккейной лиге. У нас будет удаление, да. Опасная игра высоко поднятой клюшкой. У кого? У Семенова? Нет. Семенов отправляется на скамейку запасных. Но судя по свисту, у Акбарса. Судя по свисту, у Акбарса будет удаление. Так вот, по поводу сезона в национальной хоккейной лиге. Две минуты, да, получает хоккеист Акбарса. Вот за это нарушение против Пруки. Представляете себе, хоккеисты сыграют 48 игр в национальной хоккейной лиге. И причем представители конференций разных. Ну, две конференции, как оба, да, западная и восточная, не будут играть друг с другом. Ну, вот, можете представить себе, ну, что это за сезон такой? То есть, теоретически, обладатель Пука Стэнли, Лос-Анджелес Кингс, не сыграет в регулярном сезоне против финалиста Нью-Джерси Дэвилс. А если они в финале не сойдутся, Кубка Стэнли, значит, они не сыграют вообще. Ну, вы представляете, что это такое? Вот, если вот нашему болельщику сказать, российскому, что не сыграют в этом сезоне финалисты Кубка Гагарина, Авангард и Московская Динамо. Ну, 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 что это за сезон будет такой? Ладно, продолжим, продолжим смотреть матч. У СКА большинство, было большинство у Акбарца, СКА достойно провел эту двух минут. Вот теперь посмотрим, Квачилл! И Медведев подкладывает шайбу. Сам пойдет? Да, он может! Он очень технический, кстати, хоккеист. Алексей Медведев. Тут как-то вот такой гол его показали. Кстати, в нашей программе тоже показывали. В программе «Звезда СКА» в одном из отчетов Павла Богданова. Замечательную шайбу забросил Алексей Медведев. Просто как забраский форвард обыграл троих соперников, обыграл вратаря, забил гол. Но время есть еще на реализацию большинства. Нет, все. Вот тоже удачно очень обороняется к кистак Барса. Но есть еще время войти в зону. Есть. Чуть больше семи минут до окончания первого периода. Не вышла шайба из зоны. Пруха. Бросок! Даумен бросал. Александров. И Торресон. Пруха в углу площадки. Далман бросает. Барулин. Барулин на месте. Да, Константин Барулин. Безусловно, тоже, ну, где-то облегчение Константин почувствовал. То есть уже не дышит ему, как говорится, в спину вратарей, такие, как Семен Варлавов, как Сергей Бобровский наш, который выступал за СКА. Барулин может, наверное, уже чувствует себя номером один на предстоящем чемпионате мира. Ну, с другой стороны, шанс для того же Ильи Ижова, безусловно. Для Косутина вратарей, которые выступают в континентальной хоккейной лиге. А почему бы нет, да? Ну, и, соответственно, тоже... Данил Заримов на ваших экранах. Ветеран команды Аркбарс. Ну, столько сезонов проводит за эту команду. Если не ошибаюсь, семь сезонов. А воспитание, хрон, вообще-то, Челябинского хоккея. Причем даже не трактора, а Челябинского Мичела. Да, есть же еще одна команда в Челябинске. Вот по поводу братарей я уже говорил. Ну, и хороший шанс для молодых игроков. Вот для того же, предположим, Чудинова, Александрова, да? Виктора Тихонова попасть на чемпионат мира. Это шанс очень хороший для игроков. Все в их руках, как говорится. Вот теперь Белеретинову заново придется просматривать игры. Ну, как заново, уже как бы с другой совершенно точки зрения. Если все-таки хорошо, что прошел Кубок Первого канала. Мы увидели прообраз олимпийской команды в Сочи. Замечательно выступила сборная России. Ну, вот это была как бы репетиция перед Сочи. А перед чемпионатом мира придется, конечно, совершенно новую команду набирать. Макаров. Бросок. Хороший бросок Кучерявенко был. Предоставил Льюка Яланина именно этому звену. Вот сейчас выйти на площадку. Хорошо они взаимодействуют. Артюхин. Артюхин кого-то там уронил. Все в пределах правил. Рядом главный арбитр находился. Семенов. Проброс. Проброс. Шайба вернется в зону команды СКА. Вот, кстати, у меня в протоколе... У меня почему... А, нет, куляш есть. Все, прошу прощения. Только не обратил внимания. 28 номер. Куляш есть. Здесь куляш. Это, кстати, тоже еще к вопросу о матче звезд. Но совсем немного не дотянули. Вот еще бы матч звезд провели. Те, кто приехал из Национальной хоккейной лиги. Так я хотел посмотреть противоборство по силе броска вот в этом конкурсе между Харой и Рязанцевой. Ну, это все останется теперь только гадать. Только теоретически рассуждать. Причем, вы знаете, интересно, что в Национальной хоккейной лиге, ну, в этом сезоне не будет матча звезд. Это понятно. Но даже и в следующем сезоне не будет матча звезд. А у нас будет. Все равно наш хоккей самый лучший. Пусть туда уезжают большинство игроков. Через буквально несколько лет, вот посмотрите, у нас в теоретической хоккейной лиге тоже будет очень много звезд. Их сейчас уже немало. Ну, это вот тот момент, да, когда повзорили Захарчук с этим, с нашим Артюхиным. И вот травму, которую нанесли хоккеисты Акбарса. Капанин. Какой неожиданный прострел на пятак. Бердюков за воротами ждет, пока заменятся его партнеры. 0-0. После первого периода 0-0. Вброс в чужую зону сделали игроки четвертого звена команды СК. Федоров, владеет шайбой, ну, немножко так перемудрил Федор Федоров. Хотел сыграть с партнером, тот его не понял. Ну, а в результате Калинин, он вынужден догонять шайбу у своего лицевого борта. Бердюков так с большим трудом все-таки избавился от шайбы, потому что его там прессинговал форвард Акбарса. Вновь Бердюков оставляет шайбу более опытному Калинину. Но вот мне кажется, что немножко нервничает Юка Ялани. Хотя, ну, а что он нервничает. 0-0. Игра, в принципе, нормально проходит. Опасных моментов, ну, мне так показалось, что больше все-таки у ворот Константина Борубина. Да, Виктор Тихонов останется, потому что он без контракта в национальной хоккейной лиге. Он летом пытался что-то там сделать, заключить контракт, не вышло. В результате все, у него никаких обязательств перед Зоокеанской лигой нет. Он полноценный контракт заключил с командой СК. Лукоянов, да, 89-й номер, Артем Лукоянов. Форвард четвертого звена. То есть четвертое звено сейчас на площадке у Акбарса. Голубев был шайбой. И Юрий Александров. Вот так немножко рискованно играет Юрий. Дауман не рискует, просто забрасывает шайбу в лицовой борт. Очень удачно Клюшко играет Барулин. Иначе неизменно шайба пришла бы, по-моему, к Афиногену. Да, именно он там готов был принять эту шайбу. Терещенко. Прошла передача. Бросок. Шайба попадает Чудинова. Передача. Здорово, здорово. Почистил пятачок Патрик Торресон. Вот форвард, пожалуйста, вернулся назад. Здорово сыграл в обороне. Патрик Торресон. А это вне игры. Положение вне игры. Браслани будет в средней зоне. Алексей Семенов. И вновь Данис Сарипов показывает нам его постоянно. Да, вот Чудинов, видите, принимает шайбу на себя. Чудинов, Семенов. Такая пара. И вот. И посмотрите, как здорово. Ну тут Клюшко здорово Ежов сыграл. Но готов был помочь своему вратарю и Патрик Торресон. Безусловно. То есть передача не проходила на форварда Акбарса при любой ситуации. В любом случае. Атака Акбарса. Калинин. Под десятым номером в Акбарсе играет Лаурис Дарзинш. Игрок в прошлом рижского Динамо. Ну вот такой, смотрите, неожиданный бросок. Я не скажу, что Боролин ошибся. Все видел. Прикрыл ближний угол вратарь Акбарса. Пруха хорошо развернулся. Кулеша обманул. Ну вот как бросать? Как бросать Патрику Торресону? Очень сложно. Бердюков. Вот Дарзин. Да, как раз на ваших экранах. Замучили травму этого игрока. Очень талантливый хоккеист. В рижском Динамо вообще был одним из самых сильных. Один из самых результативных. Ну вот перешел в Акбарс. Ну вот что, это не удаление? По-моему, Макарова зацепили. Еще он неудачно ударился о лицевой бок. Но, по мнению арбитров, все было в пределах правил. А, кстати, арбитры сегодня очень опытные. Еще раз повторю. Вячеслав Буланов и Константин Олейн. Это ли арбитры, которые привлекаются для судейства даже чемпионатов мира? Болельщики Акбарса. Конечно, порадовали их хоккеисты в предыдущем матче с Уфой. Все-таки не будем забывать, что встреча Акбарс и Салават Юлаев – это своеобразное дерби такое. 9-3 счет. Это, конечно, очень-очень крупный удар. Очень сильный удар по самолюбию башкетских любителей хоккея. Федоров. Это Курдасов. Да, Курдасов. Рядом Федоров. Вот, а это Непряев. Падает Непряев. Опять-таки все в пределах правил. Дают арбитры сегодня поиграть, не придираются по мелочи. Александров. Ну вот уже последняя минута пошла первого периода. Пока 0-0. Пока 0-0. В принципе, хорошую игру демонстрируют обе команды. Надежную. Надежную. В первую очередь. Ковальчук. Бросок. С трудом отбивает шайбу Константин Барулин. Хотя он вроде выкатился из ворот. Но Ковальчук шайбой. Бросок сходу не получается. Не получается сейчас. Бросок, по-моему, у Феногенова. Да. Контратака. Обухов. Не удалось ему обыграть Семенова. Вот еще Семенова получил. Ну, вот повнимательнее. Алексей, надо быть повнимательнее. На чужой площадке вот такая зуботычина может повлечь за собой удаление двухминутное. Ну, не обыграл же его Обухов. Ну, и нормально. Ковальчук. Не прошла передача на Семенову. Но здорово в падении. В падении с игровки кисток Барсов. Итак, 0-0. После первого периода. Передаю слово в студию. Продолжается программа «Звезда ска». Уже добрый слабо мой адрес. Белелитинова, кстати, он когда еще игроком был. Его трудно было вообще вывести из равновесия. Настолько был хладнокровным защитником. И очень жестким. Вообще, потрясающая была пара защитников. Василий Первухин и Зинатула Белелединов. Играли в Динамо. И в сборной вместе. Потрясающая была пара. Первухин, который за всю свою карьеру не применил ни одного силового приема. Ну, это я так образно говорю. Он в основном играл клюшкой. Клюшкой очень хорошо выбирал позицию. И Белелединов, который просто крушил все на своем пути. Его замечательные мельницы, вот эти силовые приемы. Вот такая была замечательная пара. Ну, вот Первухин, говорят, сейчас в Японии. Представляете себе? Тренером в Японии работает. Василий Первухин. Первые минуты второго периода. Вот, пожалуйста, СКА атакует. Хорошая передача могла быть на дальнюю штангу. Но почему-то принял другое решение Туни Мортенсен. Далмен. Мортенсен. Торресен. Нет, очень трудно пройти. Корнеева. Ах, Брухе не прошло. Жаль. Ну, уже в момент броска атаковали Петера Бруху. Ну, прикрыли. Образно говоря, прикрыли. Обухов. Бросок. Шайба покидает пределы площадки. Ну, как раз Обухов на ваших экранах. Много скандалов связано с этим игроком. И меняли его даже, да. Вот, смотрите, не позволил. Кто ж там не позволил-то? По-моему, Никулин. Никулин, да. Защитник команды Акбарш не позволил Пухе. Ну, практически пустой угол расстрелять. Куляш. Бросок мощнейший. Вот тоже. Царь-пушка в свое время была, да? Афиногенов. Бросок. Не точно. Тихонов бросал. Контратакой у Акбарса не получится. Хотя Песанин пытается атаковать Бердюкова. Тихонов. Через пятак пошел. Повнимательнее Виктор. Афиногенов. Нет, шайба попала в плюшку соперника. Ну что, Тихонов поборется с Медведевым у лицового борта. Да, так оно и есть. Медведев. Нет, Медведев отдает шайбу Кулешу. Вот вновь Медведев. Смена. Да, вот почему так защитник как бы остановился. Ждет, пока заменятся его партнеры. Раскатываются партнеры. Продолжает движение шайбы игрок команды Акбарс Дарзинч. Это третье звено получается Акбарса на площадке. Ну, третье и у петербургцев. Вот Кучерявенко. Центральный нападающий третьего звена. Ну, получится контратака. Нет, там, похоже, было удалее. О, нарушение. Да, нарушение атака соперника, не владеющего шайбой. Константин Оленин, один из главных арбитров. Все заметил. А что ж там было такое? Петров, да? Дарзинч. Владеет шайбой. А, вот Артюхин. Вот Артюхин. Артюхин нарушает правила. И удаление будет у команды СКА. Вот он, Евгений Артюхин, уже на скамейке штрафников. Ну, обидно, потому что такая перспективная контратака намечалась. А так придется броняться. А броняться придется, имея на одного игрока меньше. Пока удачно выбрасываем шайбы через сезоны. Куляш Медведев. Осталось пара защитников. Петров остался. Терещенко остался у Акбарца. Да, то есть полностью пятерку оставил Валерий Белов на площадке. Ну, правильно, сами заработали удаление. Сами попытайтесь его реализовать. Куляш. Федоров так его обнимал. Но все в пределах правил. На этот раз все в пределах правил. Морозов. Все, все-таки смену сделал Вилов. Не получилось реализовать большинство у той пятерки. А Медведев пока найду. Капанин и Морозов. Ну, где-то должен быть Зарипов. Вот Зарипов, да. Ему адресовалась передача. Морозов. Выбросить шайбу надо. Выбросить в среднюю зону. Торсен. Пытался обыграть, потом все-таки бросил. Обыграть не получилось, но бросил поворотом Барулина. В меньшинстве СК провел, в принципе, неплохую контратаку. Зрители уже требуют заброшенной шайбы, да. Ну, после девяти заброшенных шайб в предыдущем матче с Уфой. Ох, Морозов какой хитрючий бросок совершил. Бросок Никулина. И первая шайба влетает в ворота команды СК. В ворота Ильи Ижова. Да, сработала старая связка. Морозов, Никулин. Морозов, Никулин, Зарипов, да. Зарипову, да. Зарипову запишут эту шайбу, безусловно. Реализовали большинство хоккеистов Акбарса. Посмотрите, Корнеев, да. Передача на Никулина. Мощнейший бросок. И Зарипов на добивании. Очень удачно сыграл. Ну, как вот зафиксировать такой бросок? Безусловно, вины нет Ильи Ижова. Другое дело, вот кто там? Макаров, вот насколько... Нет, Семенов, по-моему, опекал, опекал Зарипова. И позволил все-таки ему сыграть на добивание. Итак, 1-0. Опытные хоккеисты Акбарса все-таки смогли реализовать большинство. После удаления Евгения Артюкина счет стал 1-0 в пользу хозяев площадки. Ну, безусловно, Никулину запишут передачу. И Корнееву, скорее всего, так. Корнеев делал ее в передачу Никулина. Тот бросил отскок от фратаря добивание Зарипова. Ну, это, в принципе, уже не так важно, дорогие друзья. Самое главное, что петербуржцы проигрывают. Проигрывают на чужой площадке со счетом 0-1. Чудинов. Артюкин. Нет, не точная передача. Это Бодров. 11-й номер. Падает Бодров. Ну, вот главный арбитр явно рядом находился. Бодров не так часто появляется на площадке. Он игрок четвертого звена. Вот Макарову не позволяет бросить. Евгений Бодров. 11-й номер. Игрок четвертого звена команды Акбар. Афиногенов. Смешанное сочетание такое появилось. Афиногенов. Да, нет, все правильно. Тихонов. Значит, Ковальчук не вышел. Или вышел все-таки? Да, вышел, вышел, вышел. Вот все, Ковальчук раскатывается. Ну, пока трудно, да, такое заметить взаимодействие между Ковальчуком. Смотрим, выход. Афиногенов. Промах Максим. Как здорово он реализовал в предыдущем матче с Невки Химиком. Точно-точно такой же выход. Один на один с вратарем. Бросил. На этот раз промахнулся. Посмотрите. Почти так же вот выходил Афиногенов. Ну, тут, видите, он пытался обыграть еще Барулина. И промахнулся. А тогда вот позавчера он просто бросил. Элементарно бросил. Ну, почти. Вулу там где-то сантиметров сорок. Высота была полета шейбы. Вот в этот раз не получилось. Жаль. Очень хороший выход был. Реальный шанс был сравнять счет у армейцев Петербурга. Вот в этом моменте. Далман. Играет с Александровым. Внимательнее дни терять шайбу. Ну, все, обошлось. Пруха. А это Торосон. Ну, так подкидочку делал. Подкидочку делал на Пруху. Пруха открывался. Петров. О, какой опасный сейчас. Опасная была передача. Но не позволили бросить по кисту Акбарса. Мордонсон бросает. Попадает в конек Никулину. Хороший тоже момент был. Добивание. Нет. Торосона там толкнули. Он упал. Правда, все в пределах правил. Петров. Бросает не точно. Ну, там, правда, клюшка из туска попала шайба. Зарифов появился на площадке. Автор пока единственной заброшенной шайбы. Шайбы. Бурдасов борется. Падает Капанин. Морозов. Морозов. Бросок за Кварчука. Отражает шайбу Ежов. Еще спасение одной Ильи Ежова. Молодец, Илья. Молодец. Классно сыграл. Вот то, что не получилось у него в пропущенной шайбе, когда была пропущена шайба от Зарифова, получилось сейчас. Там, правда, Никулин наносил бросок поворотом. А здесь мощный бросок наносил поворотом Захарчук. Да, отличный момент был у Акбарса. Причем очень похожая комбинация была. Мощнейший бросок защитника от синей линии. И на добивании. Но вот на этот раз здорово сыграл вратарь команды СК. Давайте посмотрим. Морозов оставляет Захарчуку. Бросок за Кварчука. И кто там? Зарипов. Зарипов, да. Мог вполне сделать дубль. Вторую шайбу забросить в сегодняшнем матче. Ну, Ежов. Вот. Здорово, здорово сыграл Илья Ежов. Пуляш. Начинает атаку Акбарса. Калинин. Акбарс посильнее выглядит во втором периоде. Вот мне так, по крайней мере, показалось. Ну да, забили они шайбу при розыгрыше большинства. Тем не менее. Днепряев видел, видел, что его готовы сейчас поймать на бедро. Не пошел вдоль борта. Дежов не стал останавливать встречу. Калинин. Очень активный форвард и Акбарса. Очень активный. Вот, пожалуйста, видите, ошибка. Атакуют в чужой зоне хоккеисты в зеленых свитерах. Хоккеистов СКА. И по большому счету атаку не могут начать петербуржцы. Вот Бердюков вынужден вот так сыграть. Макаров, длинная передача. Прошла. Артюкин. Просок. Барулин коснулся шайбы ловушкой. Макаров. Хорошо удерживает шайбу, укрывает шайбу корпусом. Иманин его атакует. Но вот эта неточная передача, тем не менее, шайба у Артюкина. Отберут шайбу. Корнеев. Да, отобрал шайбу Корнеев. Вот Иманин. Макаров в этот раз хорошо сыграл в отборе. Ну вот нечто похожее показывают игроки третьего звена петербургцев. Это именно третье звено, звено Кучерявенко. Тоже пытаются навязать борьбу защитникам команды Акбарска. Ну элементарно для того, чтобы они атаку не смогли нормально начать. Ну вот теперь шайба в углу площадки уже команды СКА. В зоне команды СКА. Александров. Неожиданно падает Александров. Все без посторонней помощи. Ну все в порядке, обошлось. Кучерявенко помог партнеру, подстраховал. Скорость, скорость надо набирать. Ковальчук. Толкает Ковальчука. Удаление. По-моему Капанин свалил на Илье Ковальчуке. Но шайба... Игра продолжается, потому что шайбой владели армейцы. Толчок соперника на борт. Вот, кстати, Буланов. Так редко мы его видели. Вот, вот, посмотрите. Ну, конечно... Ой-ой-ой-ой-ой. Хамитский. Да, не Капанин, а Хамитский свалил. 38-й номер. Защитник команды Акбарс. Да, несмотря на то, что у него супруга чемпионка мира по фигурному катанию, да, Мария Бутырская. Вот, тем не менее, смотрите. Вот так Вадим Хамитский может себе позволить грубо сыграть. Ну, явно грубый пример. Опять-таки, вернусь к предыдущей трансляции. Мы там все показывали в нашей программе. Юлия Габдулхакова в ее сюжете. Толчок соперника на борт. Вот сейчас наглядный пример. Ну, слава богу, Ковальчук на месте. Ох, ну, Афин Акенов. Решил сам бросить сейчас. В принципе, хорошая была позиция. Калинин. Чудинов, наброс! Откакивает шайба от Барулина. И на добивание нет, не получилось. Афин Агенов продолжает движение шайбы. Калинин. Тихонов. Хорошо, разыгрывает армейца. Хорошо. И броски есть. Бросок! Очень самоотверженно сыграл хоккеист Акбарса. Останавливает встречу. Это Обухов, да, посмотрите. Принял шайбу на себя. Очень больно, я догадываюсь. Очень больно этому хоккеисту. Судья принял решение остановить встречу. Мощнейший бросок. Посмотрите, вот. И попало, видимо, в незащищенное место. Дмитрий Обухов очень-очень самоотверженно сыграл. Не может подняться со льда до сих пор. Ну, в нашей команде вот так научить лечь под шайбу. Может, и Алексей Гусаров, да, потому что отличный был защитник, тоже вот так не жалел себя. Михаил Кравец, старший тренер команды СКА, нынешней команды. Действительно, Михаил Кравец очень здорово как раз владел именно этим элементом. Хотя он нападающим был всегда. Михаил Кравец все-таки выступал в Северной Америке. Правда, не в национальной хоккейной лиге. Там у него немного матчей за Сан-Хосе. А в основном за фармклуб. Так вот, он опережал. Ну, давайте посмотрим. Все-таки большинство УСКА. Я продолжу эту мысль обязательно. Атакует Пруха. Торресон. Бросок. Не точно. Не вышла шайба. Далман закрыл зону. Пруха. Ну, как поклюже по шлему получил Тони Мортенсен. На этот раз выбрасывают шайбы в кистиах Барса. Илья Айжов не позволяет дойти. Ход шайбы выходит. Вылетает за пределы площадки. Так вот, насчет Михаила Кравеца, когда он выступал за фармклуб. Там же в национальной хоккейной лиге статистика очень скрупулезная ведется. Естественно, такие действия, как ловля шайбы на себя или, как они называют, блокирование бросков, всегда четко учитываются. Очень четко. Так вот, Михаил Кравец в конце сезона, когда подводили итоги, да, кто сколько раз принимал шайбы на себя. Ближайший его конкурент, вот именно в этом компоненте хоккея, отставал от Михаила Кравеца пунктов на 70, на 80. Вот вы представляете себе. Как ловил шайбы на себя Михаил Кравец. Так что в нашей команде есть кому поучить этому элементу. Ну, у нас, кстати, Иван Днепреев очень прилично этим элементом владеет. Вот насколько я вот так по статистике, мне сейчас трудно сказать, но больше всех шайб на себя принимает именно Иван Днепреев. Александров. В полном составе, в полном составе хоккеисты Акбарса. Федоров. Не совсем точная передача. Как-то к Мортенсену. А, Мортенсен тут же заменяется, да. Такая пересменка произошла. Тоже отправляется на скамейку запасных Патрик Торресон. Половина мочи уже позади, даже больше. Зарипов! Прострел с неудобной руки. Вновь Зарипов! За воротами его Александров атакует. Бурдасов. Днепреев дотянулся до шайбы. Бурдасов открывается, получает шайбу. На скорости, но там уже Корнеев готов атаковать Бурдасова. Бурдасов. Защитник подключить. Только не терять шайбу. Можно бросать Ивану. Нет, он ждет партнера. Мог бы развернуться Иван Днепреев, бросить по воротам. Дистанция была нормальная, близкая к воротам. Корнеев. Морозов. Вот все-таки опыт какой. Посмотрите. Никулин. 2 в 1 выход. Где шайба все повезло. Повезло армейцам Петербурга. Но будет удаление. Так, булит или нет? Константин Оленин показывает. Нет, удаление. Удаление, задержка соперника Крюшка. Ну а как еще иначе было нейтрализовать вот этот момент? Да, ну вот тут показывают этот момент. Конечно, вот какой все-таки класс у Морозова, да? В тяжелейшей ситуации в своей зоне. Сделал точнейшую передачу на партнеров. И в результате выход 2 в 1. И вот только ценой удаления армейцы Петербурга смогли ликвидировать этот опасный момент у своих ворот. Ну а теперь большинство, большинство хозяев площадки. Не прошла передача. Защитники, как обычно, да, Медведев кулят. С очень мощными бросками защитники. Правда, тройка другая. Бросок, гол. Это Петров. Это Петров. Молодой форвард команды Акбарс. Делает счет 2-0. Безусловно, расстроен Юка Яланин. 2-0. 2-0 мы провели. Подряд два раза реализует большинство команды Акбарс. Оставили совершенно одного. Дарзин, видите, сделал передачу. Терещенко там еще находился на площадке. В результате 2-0. Ну как, ну против такого броска очень сложно. Это опять-таки вопрос к защитникам. Как можно было оставлять форварда неприкрытого. Ну, понятно, играли в меньшинстве. Ну, кстати, Александр Барков высокий там. Это один из помощников Белого. Александр Барков. Помните, в трансляции, как бы в одной из предыдущих, говорил, что сын его выступает за сборную Финляндии, за молодежную. Вот это его сын, да, как раз и выступает. Кстати, его сын там установил в Финляндии какой-то рекорд возрастной. Вот именно возрастной по заброшенным шайбам. То есть он самый молодой игрок в Финляндии, который когда-либо забрасывал шайбы в высшей лиге финской. Высшей финской лиге. Сомин лига, как она называется еще. 0-2, СКА проигрывает. Морозов выходит на ударную позицию. Нет, не бросает. Зарипов. Александров атакует Зарипова. Морозов. Вот видите, вторая бригада большинства даже и не понадобилась Акбаршу. Падает Зарипов. Немножко такая тормозящая передача от Макарова на Артюкина. Кучеряенко не удалось ему обыграть сейчас соперника. Захарчук очень мощный. Артюхин держит его, держит. Но в рамках правил. Наброс на ворота. Падает Кучеряенко. Хотя отбил перед собой Варулин. Прямо перед собой отбил шайбу. Да, как опасно оказывается оставлять соперника в большинстве. Это же вне игры. Это вне игры абсолютно видно было. Причем с таким запасом. Приличным Евгений Артюкин зашел в зону раньше шайбы. Ну, безусловно, мастеровитая команда «Акбарс». Опытная очень. Конечно, с реализацией большинства все в порядке. Илья Ковальчук. Вот тут действительно, возможно, мы больше его и не увидим в составе команды СКА. Все возможно. Вы знаете, мне в перерыве позвонила Татьяна Чернова, которая работает корреспондентом на наших трансляциях. У нее была беседа буквально два часа назад с Александром Медведевым, с президентом КХЛ. Так вот, Александр Медведев сказал, что есть игроки, которые хотят остаться, несмотря на то, что локаут завершился. Но пока он по этическим соображениям называть этих игроков не будет. Ну, тут еще юридические всякие тонкости. Вот в частности, пожалуйста, Медведев сказал, что очень многие игроки, практически все НХЛовцы, не только наши, но иностранцы, просились, чтобы им дали возможность сыграть в матче звезд. НХЛ категорически отказала. Категорически. Ну, правильно, что это они нам будут такой праздник, да, дарить? Еще бы. Конкурирующая лига. То было понятно, что они откажут. Они еще и нагадят при первой же возможности. Это же конкуренты. Все. Аубахав. Бросок. Нет, шайба попадает в Тихонова. Бердюков. Отобрал шайбу у Тереченка. Но тут, смотрите, на помощь пришел как раз Петров, автор заброшенной шайбы. Удаление. Удаление будет у Акбарса на этот раз. Подножка. Это вот как раз Константин Оленин. Ну, что, у Тереченка подножка, да, зафиксирована? Ну, да, подножка-то была. Тереченка спалил на Тихонове. Ну, вот надо было реализовать большинство, попытаться. Обязательно. Малыш, штраф у Тереченка. Акбарс подряд, дважды реализовал большинство. Надо то же самое сделать, попытаться сделать армейцам Петербурга. Да, от игры в неравных составах в современном хоккее очень-очень много зависит. Мортес настолько здорово выиграл в браслане, что я бы не ожидал этого Кевин Далда. Петров. Атакует Пуха Петрова. Выбросили шайбу, выбросили шайбу, да. Надо еще и догонять. Ну, тяжел, хорошо, за воротами. Далман. Акбарс пытается, даже допадающий пытается помешать, играя в меньшинстве, защитникам СКА. Пока надо расположиться в зоне. Торресон атакует Медведев. Пруха. Неточная передача. Александров неточную передачу сделал. И уже атакует Акбарс. Александров все-таки исправляет собственную ошибку. И тут же ошибается заново. Медведев с неудобной руки пытался бросить поворотом. Ежова. Торресон. Никак не войти в зону, никак не получается. Это первое звено команды СКА. Ну, вот надо обычно в таких ситуациях выходит звено Тихонова. Это пас рукой, да. Пас рукой. Бодров крупным планом на ваших экранах. И Валерий Белов. Валерий Белов 67-го года рождения. То есть, 46 в этом году ему исполнится. Нормальный возраст для вратаря. Заслуженный тренер России. Да. А тренирует он с 2000-го года, да. Трёй-трежде был чемпионом России, но уже как тренер. Дважды также выиграл в качестве помощника ледяного кубок Гагарина. Ну, и кубок европейских чемпионов. Не будем забывать, что кубок европейских чемпионов покорялся команде «Акбарс». Остается меньше полуминуты на реализации большинства. Афиногенов бросает. Барулин выручает команду. Ещё бросок не точно. Уже бросал Калинин. Ну, хорошо. Афиногенов обострил. Как здорово. Правда, это большинство. Атака была скорее такая, знаете, именно контратака была. Позиционной атаки не было. Данис Зарипов на ваших экранах. 32 года будет исполниться. Данису Зарипову. Скоро. Что же, говорю, настолько давно играет в «Акбарсе». Кажется, что он вообще воспитанник «Акбарса». Нет он воспитанник челябинского хоккея. Фёдоров в полном составе «Акбарс». Меньше трёх минут остаётся играть во втором периоде. Да, в период «СКА» проигрывает. 0-2. И обе шеи влетели в ворота Ежова при реализации большинства соперников. Ну, два в один выход. Передача на Фёдорова. Фёдорова держали уже. Ну, как не держали, просто прикрывали. Ну, надо же было посмотреть. Защитник сыграл. Ну, как я уже говорил, тоже очень часто. Защитник сыграл по партнёру. Не по владеющему шайбой хоккеисту, а именно по его партнёру. Всё чётко. Да, Фёдору не удалось забросить шайбу. Хороший зловой приём. Нет, ну, такую передачу очень трудно. Артюхин. Непряев. Сам бросает. Надёжен Барулин. Прикрыл ближний угол щитком. В равных составах «СКА» атакует Макаров. Против Корнеева. Шайбу хорошо удерживает. Попадает в конёк сопернику Непряев. Оставляет Макарову. Решил Макаров бросить. С острейшего угла. Артюхин бросает не точно. Такой, скорее, бросок отчаяния получается у Евгения. Ещё один бросок. Вот этот бросок был очень опасен. Потому что Барулин не видел момент броска. Ну, что у нас. Проброс. Проброс шайбой вернётся в зону команды «Акбарс». Вот Кучеряенко делает. А уже, смотрите, вот Фёдорова уже держал. Да, Корнеев. Корнеев сыграл очень грамотно. Ну, тоже опытный очень хикист. Двукратный чемпион мира, так, между прочим, да? Константин Корнеев. Любимчик Быкова. Быков всегда Корнеева привлекал в сбору. Всегда. Ковальчук. Корнеев теперь атакует уже Ковальчук, а? Торресон. Смешанное сочетание появилось. Да, Прухи нету, я вижу. Нету Прухи. Без него вышел Ковальчук. Последняя минута второго периода. Вот с чем связано это изменение, трудно сказать. Может быть, у Крухи травма. Ковальчук. Владеет шайбой. Наброс на ворота. Мортенсон. Калинин бросает. Отличная позиция была у Дмитрия. Промахнулся помощник капитана команды СКА. Торресон. Бердюков. Калинин. Бросает сам. Метил в ближний. Отразил шайбу Константин Барулин. В падении пытался закрыть зону Бердюков. Не получилось. Вот Бердюков владеет шайбой. Несколько секунд остается играть во втором периоде. Ковальчук. Сам бросает. Но Барулину так не пробьет. Так Барулина не пробьет. Барулин, кстати, сегодня почувствовал игру. Очень удачно играет. Ну, вообще хороший ворота. Он же прекрасно знает. Ковальчук. Ковальчук. Видите, даже не пытается мешать Ковальчуфу. Просто отходит немножко в сторону. Ну, что, Барулин все видит. Нет, Барулин тут подтащил в концовке второго периода. Очень удачно сыграл вратарь команды Акбарс. Несколько секунд до окончания второго периода. Тихонов на точке. Выиграл в брасывании. Молодец, Виктор. Выиграл Терещенко. Это дорогого стоит. Терещенко мастер выигрывать в брасывании. И Максим Уфиногенов пытался с ближнего пятачка отправить шайбу в ворота команды Акбарс. И вот в этот самый момент прозвучала сирена об окончании второго периода. 2-0. Да, вот счет на ваших экранах. 2-0. Впереди хозяева площадки. Впереди у нас есть период. Целый период. 20 минут чистого времени. Для того, чтобы попытаться сравнять счет. Статистика на ваших экранах. По статистике мы пока лучше Акбарса, но проигрываем. А на телеканале СТО ТВ последнее известие. Ну что ж, на СТО ТВ в прямом эфире продолжается матч. Акбарс Казань, СКА, Санкт-Петербург. Илья Ковачук. Его 17-й номер. Да, именно 17-й номер. Его любимый номер. Когда-то он был у Вячеслава Солодухина. Потом его по наследству принял племянник Вячеслава Солодухина. Вячеслав Солодухин младший. Ну вот теперь он у Ильи Ковачука. А я вот как-то вспоминал. Думаю, кто вот еще после Вячеслава Солодухина, такой из известных хоккеистов Ленинграда, выступал под этим 17-м номером. Вспомнил Сергей Цветков. Да, это вот как раз бронзовый призер 87-го года, когда была такая замечательная тройка в команде СКА Ленинград. Цветков, Власов и Тепляков. Да. Причем самое интересное, все трое уехали в Швецию. У них у всех там, ну я тонкости не знаю, то ли вид на ЖИКС, то ли паспорта. Это не так важно. Все трое, вся тройка уехала в Швецию. И сейчас там живут вместе с семьями, занимаются, ну кто чем, кто бизнесом, кто тренирует детей. Так по большому счету в хоккее никто и не остался. Так вот, 17-й номер был как раз у Сергея Цветкова. Ну что ж, продолжается игра. Будем надеяться, все-таки армейцы смогут сравнять. Счет 2-0. Нормально, это вполне для хоккея все приемлемо. Вот видите, вот если у нас не будет неточных передач. Особенно на рубеже синей линии. Мортенсен. Ковальчук. Да, остался Ковальчук. Не появляется пруха. Значит, что-то случилось. Скорее всего, травму получил Петер Пруха. Вот тоже невезучий. Помните, я говорю про Дарзинша, да, в Акбарсе? Замучили травмы этого латвийского хоккеиста. И вот у нас такой же вот невезучий Петер Пруха. Уже там, по-моему, три сотрясения было у Петера. Только в нынешнем сезоне. Пропустил много матчей. Только войдет в форму, получает травму. Очень обидно. В результате, понимаете, тройка как бы разошлась, развалилась. Ну, давайте посмотрим. Калинин. Нет, Пруха. Пруха появился. Ну, очень хорошо. Просто это перестановки в составе. Слава Богу. Да, вот с Афиногеновым. Значит, Ковальчука. Ой, бросок опасный как раз. Дарзиньша. Да. Дарзиньш бросал по воротам Ильи Ежова. Атакует Акбарс. Еще один бросок Тереченко на этот раз наносил. Дарзиньш. Атакует Акбарс. Атакует Акбарс. В равных составах играют команды. Корнеев заряжает от синей линии. Шайба покидает пределы площадки. Ну, вот был там рикошет или нет. Корнеев утверждает, что был, судя по всему. А мы посмотрим, где будет вбрасывание. Вот Петер Прухо, да. Это просто перестановки в составе. Вот с Афиногеновым, Прухо с Афиногеновым. Ну, я так понимаю, и Тихонов там, да. А Ковальчук перешел из второго звена. Из звена Тихонова перешел звено Тони Мортенсена. Ну, посмотрим, что дадут эти перестановки. Артюхин проскакивает мимо шайбы. Далман, Кучерявенко. Уже третье звенье на площадке. Вот даже, видите, стучит клюшкой по льду Макаров. Требует передачи. Артюхин проскакивает мимо шайбы. Очень мастеровитая команда, безусловно. Даже вот когда, помните, я говорю, что руководство приняло решение не привлекать игроков из НХЛ. Ну, вот за исключением Емелина, который гораздо позже присоединился к команде. И вот многие комментарии... Давайте... Эх, не игры, не игры. Очень жаль, хороший момент был. Так многие специалисты говорили, а в принципе, ну вот кого, кого ставить? Отличный состав, сбалансированный. Прекрасно знают тренеры всех игроков. Дают им просто шанс. Дают им шанс показать себя в отсутствии наших НХЛовских звезд. Вот, кстати, автор заброшенной шайбы, первой заброшенной шайбы в сегодняшнем матче. Вот, да-да, вот именно так забросил Денис Зарипов шайбу в результате розыгрыша большинства во втором периоде. Я напомню, СКА второй период проиграл со счетом 0-2. И обе шайбы были забиты в результате розыгрыша лишнего. Очередная атака Капанин. Конечно, не хватает Тарасенко. Ну, что тут говорить, безусловно. Молодой парень, он Глеадор, вот ведь что очень важно. Он, может быть, не плеймейкер, да, такой, каким стал сейчас Ковальчук. Тем не менее, не хватает. Тарасенко не хватает. Относительно Бобровского ничего не могу сказать, потому что не ошибался сегодня Илья Ежов. Просто, ну, такие заброшенные шайбы не берутся, не берутся. Зарипов! Зарипов делает счет 3-0. Вот вам, пожалуйста. Вроде бы, ну, не было у него такого превосходства в скорости. Медсовский выкатывается, обыгрывает Илью Ежова и забрасывает третью шайбу. Безусловно, довольны болельщики в Казани на ТАТ-нефть-арене. Ну, вот давайте посмотрим. Да, длинный хороший пас. Морозов, да, Морозов передачу делает. Обыграл все очень быстро. Кевин Даумана так он объехал. Очень все мастерски сделал Данис Зарипов. Дубль! Дубль в сегодняшнем матче Даниса Зарипова. Передача записывается, естественно, на Морозова. Одна из передач. Торресан! Нет, не прошла передача. 3-0. Это заявка. Это серьезная заявка на победу. У Акбарса. Бердюков. Доволен. Конечно, да. Данис Зарипов доволен. Данис Зарипов доволен. Ковальчук. Вбрасывает сам себе шайбу на ход. Получает ее. Борьба в углу площадки. Ну, свистка не дает Лайсману, дает поиграть. Бросок сходу Ковальчука. Опасный был бросок. Борулин. Борулин сегодня явно хураж поймал. Вновь Белелединов и Мышкин на ваших экранах. Кстати, они ровесники. Оба 55-го года рождения. В предыдущей трансляции я как раз говорил, что они победители первого неофициального чемпионата мира среди молодежных команд, который проходил в Ленинграде еще в конце декабря 74-го, начале января 75-го. Ну что, это не удаление? Удаление, конечно. Удар соперника клюшкой. Буланов четко зафиксировал. Но надо реализовать, надо реализовать большинство. Вот Тихонова, да, два раза ударили. Первый раз как бы пропустил. Один из главных арбитров, второй, нет, наказал. Петров, да, автор второй заброшенной шайбы. Тоже очень перспективный парень. 22 года, воспитанник казанского хоккея. Причем, вы знаете, он в команде уже 16 лет в Акбарсе. В 16-летнем возрасте он провел за эту команду аж 12 матчей на высшем уровне. Ну, я имею в виду, тогда еще континентальной хоккейной лиги не было, тогда был чемпионат России. Большинство. Ковачев на площадке, Мортенсон. Александров, Далман. Ну вот что это, это скорее передача была. Вновь Далман от Ковчука получает передачу. Защитник. Здорово Корнеев сыграл. Перехватил пас. Да, вот не перехватив пас Корнеев, вполне мог завершить эту комбинацию Тони Мортенсон. А почему-то нервничает Белов, не знаю почему. 3-0 идет его команда. Ну да, сейчас в меньшинстве играет хоккеисты Татарстана. Далман. Передача очень сложная была, но Ковачев бросает. Барулин, Барулин ловит эту шайбу в ловушку. Давайте посмотрим еще. Ну, видел, видел. Да, Хамитский так пытался, скорее всего, он пытался на перехвате сыграть. Дал возможность бросить Ковачеву. Он просто видел, что Барулин готов к этому броску. Закрыл ближний угол. Бруха по-прежнему во втором звене. Вместе с Тихоновым и Афиногеновым. Но пока, пока эти перестановки не приносят результата. Пока. Время еще есть. Вот минуту, минуту продержались. Минуту продержались хоккеисты Акбарса в меньшинстве. Надо в зону войти. Калинин. Очень цепко играет. Посмотрите, какие стакбарсы. Очень цепко. Ну что, вот выход. В меньшинстве. Капанин. Не Капанин, конечно, Песанин. Песанин. 20-й номер. Афиногенов набирает скорость из своей зоны. Задача войти. Войти в зону расположиться. Бруха. Задача. От синей линии. Барулин. Да, вот мы же после второго периода видели статистику. СКА перебросал своего соперника сегодня. Перебросал. И по общему количеству бросков. И по броскам створ ворот. Но Барулин сегодня не подражаем. Очень сильный. Очень хорошую игру показывает. Куратарь. Команда Акбарс. Кучерявенко с партнерами. Бросал Далман. Вот Морозов, да, вроде бы незаметен, да. Ну так вот, по большому счету, как мы привыкли видеть Алексея Морозова. А вот насколько грамотно играет, насколько полезно. Да, тот же вспомните, вот сейчас последнюю третью шайбу от Зарипова. Это же его была передача. Вот Петров. В полном составе Акбарс. Не удалось сегодня СКА, не удается реализовать большинство. Так все удачно было с нефтехимиком. Барулин крупным планом. Да, ну я напомню некоторым болельщикам. Если кто не знает, Барулин очень много лет провел в команде СКА. Был он, правда, все время третьим воротарем. Хотя он, знаете, у него такая интересная судьба. Он родился в Караганде, но воспитанник тюменского хоккея. Продолжается игра. По-прежнему 3-0. 3-0. Не в нашу пользу. Так хорошо вроде началось это турне. С нефтехимиком уверенная победа. 5-0. Ну, Акбарс, понятно, да, посильнее, чем нефтехимик. Но надо попытаться, попытаться переломить ход этой встречи. Торресон. Подбирает шайбу Дарзинча. Бросок! Ежов. Ежов сыграл грамотно. Хороший перехват у Тони Мортенсона. Чудинов. Обыграл Дарзинча. Обыграл на движении. Сам. И все-таки, видите, подставленная клюшка Петрова. Шайбу в средней зоне. Падает Федоров. Ну что? Нет, нет, считает главные арбитры. Все в пределах правил. Сильнейший бросок Терещенко мимо. Очередная атака СК отбирает у Калинина. Практически отобрал шайбу хоккеиста Кварса. Дарзинч спокойно пересек красную линию. Сделал заброс в лицевой борт. И тут же отправился на смену. Калинин. Шайба остановилась. Вынужден остановиться и Калинин. Перепасовка такая Бурдасова с Калининым. А в результате шайба уборулина. Остановлена встреча. Ну вот это падение Федорова. Ну зацепили, да, может быть где-то в какой-то степени. Небольшую травму даже получил Федор Федоров. Я надеюсь, что он продолжит играть. Продолжит встречу. Вот оказывает ему Владимир Николаевич Орлов. Доктор нашей команды. Да, значит действительно зацепили, зацепили. Афиногенов бросает, попадает соперника. Попадает в Песанина. Ну а тут Барулин. Да, Барулин настроен сегодня не пропустить. Очередной сухарь заработать. Ну тут мы вспоминали как раз перед матчем Бобровского, да, вратаря команды СКА. Увы, в прошлом уже вратаря команды СКА, который два сухаря подряд совершил. Наброс на ворота. Нет. Песанин. Не получается. Пока не получается. Надо выйти из зоны. Атакует, атакует, прессингует хоккеист Акбарса. Тихонов. А против него сразу три соперника. Как сыграть? Медведев. Удаление будет у армейцев Петербурга. Пустые ворота у Акбарса. Вот поднята рука вверх арбитра Буланова. Кто же там нарушил-то? Против Обухова сыграли. Ну судя по тому, как подбадривает Дмитрия Обухова. На нем свалили петербуржцы. И половина третьего периода практически позади. Но и 3СКА проигрывает. Довольный, довольный зритель на Татнефть-арене. Лукаянов. Никулин. Вот смотрите, видите, пытается даже реализовать вот такое большинство. 6 на 5 с пустыми воротами. Лукаянов опасно! Ежов браво! Илья молодец, отбивает шайбу ловушкой. Здорово! Лукаянов-то как вышел здорово! Ну вот теперь остановка встречи. Опасная игра высоко поднятой клюшкой. По мнению одного из главных арбитров. Кто же будет наказан? Тут, скорее всего, что виновник... А вот Александров. Александров свалил на Обухове. Ну, я уже так и догадался, что именно Обухову попало. Юка Яланин расстроен, безусловно. А Юрий Александров вынужден будет отбывать двухминутное удаление. И некоторое такое у меня беспокойство, потому что очень здорово в этом матче разбираются вот как раз 5 на 4 хоккеисты Агварса. Дважды, дважды они реализовали большинство. Морозов. Шайбу, шайбу требуются зрители. Морозов. Передача! К расчете, что Капанин подставит клюшку. Бросок! Нет, это наброс. Наброс был Морозов. Капанин. Ловается клюшка, смотрите. На ровном месте даже не от броска, а от передачи у Ника Капанина. Непряев. Очень редко появляется хоккеиста четвертого звена. Во втором периоде практически их не видно было. Торресон. Да, переустановки пока не приносят результат. Остается, остается пятерка самых опытных. Морозов за рипов. Вот Морозов за воротами. Ложегрецкий, как еще и называют, неживно теряет шайбу Морозов. Ну и выбрасывает шайбу Петербуржца. Это сделал Георгий Бердюков. Торресон пытается помешать развитию атаки. Мортенсен. Призадумался Юха Яланин. Следующий у нас матч в Уфе. О, какой хитрющий, а, Тони Мортенсен. Все подумали, что он за ворота пойдет. А он бросился, неудобный. Вроде такой корявенький бросок, не сильный. Нет, Барулин на месте. Петербуржца. Наброс. Это был наброс, да. Это была передача сильная. В расчете, чтобы Петербуржца просто подставил клюшку. Медведев, Обухов. Все в порядке с Обуховым. Вышел он. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Прижимается шайба. Прижимается шайба Юей Желом. Вот Песа Минтон потолкается немножко. Да вот Морозов. Да все-таки какие классные игроки. И вот так сломалась клюшка у Капанина. Вы знаете, вот совсем недавно, буквально вот в новогодние праздники по одному из телеканалов шел фильм «Брат» и «Брат-2». «Брат-2», когда еще была, помню, реклама, что в фильме снимается Даррис Каспаратис. Там действительно такой момент. Китсбург Пингвинс команда. Главный герой играет именно в этой команде. И вот там как раз Даррис Каспаратис. Там же Алексей Морозов. А фильм-то, между прочим, 2000 года «Брат-2». Знаете, как долго уже играет Алексей Морозов. Но вот что интересно, тогда все внимание было, конечно, обращено на Дарриса Каспаратиса. Он тогда был очень популярен и в России, и в Национальной хоккейной лиге. А вот в нынешнем, когда я вот сейчас смотрел этот фильм, я увидел там тоже много известных игроков, которые как-то вот не обращал на них внимания. Ну, в частности, россиянин Герман Титов тоже выступал за Питтсбург. Он там в кадре есть, в фильме. Там есть Ярамир Ягар. Правда, он так без формы на дальнем плане катается. Так что, в следующий раз, если кто будет смотреть этот фильм, обратите внимание. Да, там есть Ярамир Ягар. Ну, что ж, СКА проигрывает. СКА проигрывает за 7,5 минут до окончания третьего периода. Будем, конечно, говорить третьего. Бросок неточный. Лукаянов. Уверенно себя чувствует, как киста Акбарса. Очень уверенно. Макаров. Отбирает шайбу. Нет, Макаров ее все-таки не выпускает. А вот теперь шайба вышла в среднюю зону. И Георгий Бердюков. Удаление будет у Акбарса. Покидает ворота Ежов. Ковачук. Пытался ему сделать передачу Кучеременко. Что у нас там показывает Буланов? Буланов. Поскорее всего, задержка клюшкой. Хамитский. Да, сегодня один из самых грубых игроков в сегодняшнем матче. Дважды уже удален. Это второе удаление в матче. У Хамитского. Да, задержка соперника клюшкой. Ну, вот если сейчас мы не забьем, тогда спасти матч будет практически невозможно. Так что у нас таймаут? Неужели таймаут взял Юка Ялани? Похоже на то. А можно просто воспользоваться такой небольшой фаурзой. Очень важно, конечно, кого выпускать. Ну, вот смотрите, какое смешанное сочетание появляется на площадке. Ну, это подборка силовых приемов, я так понимаю, да? Да, действительно, был таймаут. Был таймаут. Вот какой грубый прием как раз со стороны Хамитского против Ильи Ковачука. Ну, вот Макаров тут толкал Зарипова. Так, тоже у нас Калинина вижу. Тихонов тоже вижу. По игру выбрасывания как раз Тихонов, по-моему, Ковачук. Шестерых выпускает, да, шестерых выпускает Юка Яланин. Смотрите, за шесть минут, практически за семь минут до кончения третьего периода. Смелый шаг. Бросок! Нет, попадает шайба у стыки из Тагбарса. Пустые ворота у петербургцев. Ну, вот это, наверное, рекорд. Это, наверное, рекорд. Ну, бывало такое, знаете, особенно с «Океаном», когда во втором периоде, да, выпускает шестого пулевого. Бросок не получается у Тихонова. Да, хорошая позиция была. Толкает Тихонова. Бросок Калинина. Порулин. Ну, и не забиваем. Как же мы не забиваем в пустые. Здорово Ковачук сделал передачу. Все подумали, что капитан будет бросать. А он сделал передачу на Тихонова. Да, какой момент был сейчас. Какой был классный момент у петербургцев. Ну что, у нас, по-моему, очередное удаление. И кто будет удален? Похоже, армеец. Вот я видел жест. А, это пас рукой. Пас рукой. Удаления не будет. Просто бросок не перенесено в среднюю зону. Капитан полон, полон сил. Очень хочет изменить ход вот такого неудачно складывающегося матча. Вернулся Ежов. Безусловно, да. Аж вбрасывание же было в средней зоне. Но все равно большинство узка. Еще минуту, чуть меньше. Неожиданно, неожиданно теряет равновесие Торресон. Но шайба остается. Вот все, появляется Федоров. Значит, пустые ворота. Пустые ворота узка. Ковачук. Передача. Ну, гол. Гол. Но судья говорит, я пойду смотреть. И вернее, ну, конечно, не он будет смотреть. А он будет консультироваться с арбитром в виде угол. Забили все-таки хоккеисты СК. Засчитает эту шайбу, не засчитают. Вопрос. Ну, тут вопрос может быть бы какой. Тони Мортонсон был в площади ворот или нет? А так все здорово разыграли. Да нет, нет, нет. Нет. Абсолютно четко видно, что Тони Мортонсон вот как раз на линии боролся. Бросил. С мясом, как говорят в таких случаях. Затолкнули шайбу, запихали в ворота Борулина. Ну, вот. Ну, на 90% что эту шайбу засчитают. Мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Не было его в площади ворот. И помех он никаких не составил. Вот. А, еще от конька шайба отскочила. Вот. Еще вот в этом может быть вопрос. Скорее всего, как раз в этом. А вот тут сомнения есть. Попала шайба в конек Тони Мортонсона. Сразу вспоминаем финал, да, конференции СК «Динамо» прошлогодней, прошлого сезона. И вот то же самое Тони Мортонсону не засчитали. Шайбу так обидно. В первом же матче в Петербурге. То есть сейчас будут разбираться. Было движение ногой, не было движения ногой. Тогда посчитали, что было движение. Так что вот не площадь ворот. Мне сначала показалось, разбираются именно в этом. Нет, именно от конька или от щитка, как хотите. Ну что, какое решение принято? В этом проекте в Петербурге определено, что движения коньком не было. Гол забит правильно. Вот так. Видите, у нас даже по гарнитуре, по своей судейской, Буланов сообщил всему залу, что гол забит правильно. Движения коньком не было. Три-один. Три-один. Вот, пожалуйста, вроде такой рискованный шаг со стороны Юки Яланина. Ну, ликуют болельщики Петербурга. Не так их много, понятно. Выезд. Это называется выезд. Три-один. Три-один. Брасывание, естественно, в центре площадки. Мортенсен выигрывает. Три-один. Есть время еще. Есть время сравнять счет. Ковачук. За воротами. Кто открывается? Ковачук. Его атакует Никулин. Ковачук обыгрывает. Обыгрывает на движении Никулина. Даун он подключился в атаку. Торресон отбирает шайбу хоккеиста Акбарса. Мало, мало времени, но есть, есть. Можно попытаться сравнять счет в сегодняшнем матче. Можно. Кевин Далман. Волнуются, волнуются тренеры команды СК, безусловно. Афиногенов. Отбирает шайбу. Нет, все-таки Афиногенов, но все усилия приложил. Бердюков наброс на ворота. Барулин не останавливает встречу. Ловушка оставляет шайбу партнеру. В коем случае не хочет Барулин, чтобы брасывание было в его зоне. Отбирает хоккеиста Акбарса. Куляш. Ну, делал Куляш наброс на ворота. Длинная передача. Нет, Куляш успевает. Успевает отобрать шайбу Афиногенова. Смена, смена проходит. Четыре минуты с небольшим. В третьем периоде остается играть. 3-1. Конечно, 3-2 было бы получше, полегче. Но 3-1 тоже еще можно. Можно спасти этот матч. Можно. Случаи были такие. Бросок. Мимо ворот. Семенов. Повнимательнее. Только не удаляться. Повнимательнее надо быть. Макаров. А кому передача? Я понимаю, он Федорова видел, что тот набирает скорость. Поточнее. Надо в клюшку делать передачи. В клюшку. Федоров. Очень неточный бросок. И смотрите, даже шайбу выкатывается в среднюю зону. Далман играет с Чудиновым. Федоров. И не видел, не видел Почеревенко, что ему последовала передача. Федоров борется с Дарзиншем в углу площадки. Чудинов. Того атакует Черещенко. Макаров. И тут же Дарзинш уже, смотрите, атакует Макарова. Надо-надо войти в зону. В равных составах команда играет. Но не исключено, что выпустить еще раз шестого полевого Юка Еланин вполне возможно. Ковачук. Шайба в зоне Акбарса. Можно выпускать шестого. Можно. Если уж за семь минут мы выпустили шестого, то за три-то минуты даже меньше. Вполне можно. Ковачук падает. Нет, Терещенко все правильно сыграл. Главный рядом находится. Ну, не бросит, конечно, Тони Мортенсену. Просто не докатилась до него шайба. Далман. Передача очень сильная. Медведев сыграл грамотно. А тут тут шейб к тому же положению не игры. Лайнсен поднимал руку. Если бы шайба пришла к кому-либо из хоккейстов скап, прозвучал бы свисток. Так, две минуты до окончания третьего периода. Объявляется по стадиону Татнефть-арена. Чудинов. Пока Ежов в рамке. Пока Ежов на месте. Барулин клюшкой играет. Что у нас там? Опять не игры. Опять не игры. Обрасывание. Вот видите, Ежов. Уже практически добежал до скамейки запасных. И вынужден возвращаться в рамку ворот. Потому что бросование будет аж в центре площадки. Но это положение вне игры, да. Именно положение вне игры. Но поскольку из-за красной была передача, выбрасывание в центре площадки. Барулин. Барулин играет очень надежно. Афиногенов навязал борьбу защитнику. Но защитник все-таки выбрасывает шайбу. Пустые ворота УСКА. Но поскольку в равных составах прозвучал свисток. Никулин, вот видите, недоволен этим обстоятельством. Тут в чем опасность? Да, если в равных составах играют команды, ты пытаешься бросить по пустым воротам и промахиваешься. Звучит свисток. Игра останавливается. И шайба возвращается в твою зону. Так, что Юси Порто? Все, у него уже таймал дал. Ему уже не взять. А Белов ему помогать не хочет, безусловно. Бросок дал мэна! Рядом со штангой шайба пролетает. Ковальчук борется с Никулиным. Шайба выброшена. Хоккеиста СТК сигнализирует, что был выброс шайбы за пределы ледовой площадки. Захарчук все никак не может успокоиться. Вместе с Артюхиным что-то они там обсуждают этот момент. Артюхиным толкал, толкал, конечно, за Харчука. Нет, удаления не будет. Удаления не будет. Брасывание в зоне от Барса. Сколько она? Шесть? Шесть или пять? Скорее всего, шесть. Брасывание в чужой зоне. Да, шесть человек. Далман, Калинин. Мортенсен. Мортенсен, Торресен, Тихонов и Ковальчук. Бросок! Еще бросок! Не удается ни Тихонову, ни Ковальчуку бросить. Какие стакбарсы на этот раз хитрее поступают. Не бросают по пустым воротам. Просто выбрасывают шайбу в среднюю зону. Свистка, естественно, нет. Вот сейчас. Ну, это будет проброс. Да, проброс. Пустые ворота у команды СКА. Это Кирилл Петров, автор одной из заброшенных шайб в сегодняшнем матче. Ну что, кто берет тайм-аут? Судяк, это Белов? Или это нет? Это не тайм-аут. Это вот просто вот такая пауза, пока там шайбу доставляют в другую зону. Лайсмены что-то даун, но показывает Юка Ялани. Все-таки нет. Все-таки будет тайм-аут. Ну, тогда его, наверное, берет Белов. Да, так оно и есть. Белов берет тайм-аут. Ну, в чем-то это помощь Юке Ялани. Ну, а может быть, просто Белов почувствовал, что пошла игра у хоккеистов с берегов Невы. Опять у нас подборка силовых приемов. Да, вот он тут фигурирует больше всех Хамитский, конечно. Да, конечно, вот так получается. Это уже один матч проиграл Юка Ялани. Было такое. Ну, вот смотрите, какой Торос он бросал. Тихонов на добивании. Ковальчук на добивании. Нет, не идет шайба в ворота. Одну все-таки забросили. Пусть там со скрипом, с визгом, как говорится, да? С вопросами. Но не важно. Одну шайбу в хоккеистов с Ка забросили в сегодняшнем матче. В ворота Барулина. То есть Барулин уже сухарь не получит сегодня. Далмен на брос. Нет, не точно, не точно. Вот Торос он принимает шайбу на себя. Ковальчук не позволяет бросить. Но Кучука сейчас особое внимание хоккеистов Акбарса. Торос он постался сделать передачу на пятах. Вновь Торос он. Тихонов. Тихонов за воротами. Кому передача? Передача Ковальчуку на месте защитника. Пошел вперед. Торос он. На Морта цена. Бросок Тихонова. Еще одна передача. И смотрите, как перехватил Тихонов здорово шайбу. Ну все, наверное, не успеют. Да, так и есть. Но не важно. Концовка матча застает Ска в атаке. Атака очень мощная была. Пусть даже это и 6 на 5. К сожалению, да, армейцы проиграли. Сегодняшний матч без Старосенко, без Бобровского. Ну, это уже, в принципе, не так важно. Хотя, конечно, надо восстанавливать новые связи. Безусловно. Сегодня пытался это сделать в матче Юг и Яланин. Вот эта перестановка Петера Пуки во второе звено вместо Ковальчука. А Ковальчука на перестановках первое звено. Ну, все зависит еще от того, останется Ковальчук или нет. Жизнь покажет. Статистика на ваших экранах. Посмотрите. Ска, особенно по броскам, створ ворот. Практически два раза перебросал сегодняшнего соперника. А счет, к сожалению, в пользу команды Акбарс. Ну, к сожалению, естественно, для болельщиков СКА. После матча с нами... Передаю слово в студию. Звезда СКА продолжает свою работу. Именно защитникам сегодня выпала особая ночь. Да, вот именно вы работаете с защитниками в Акбарсе. Расскажите, какая установка была перед встречей. Все ли выполнили эту установку? Ну, остановка была... Очень аккуратно сыграть, внимательно, в обороне. То есть, очень хорошая атака у СКА. Я считаю, что ребята справились. Сегодня полностью был метрализован Илья Ковальчук. Какое-то против него было специальное задание? Ну, конкретно по Илье не было ничего сказано. В принципе, сыграли поближе к нему. Ну, и там помимо Ильи еще много хороших нападающих. Хорошо сыграли, аккуратно, очень внимательно. Поэтому у него, наверное, ничего не получилось. Моментами Захарчуга-Хаминский выпадали из игры. Показалось, что не всегда успевали за форварда Минска. Здесь что вот с ними как отдельно работают? Ну, я думаю, они просто пропустили много... Ну, несколько игр пропустили, поэтому тяжело войти. А так старались. Ну, это все за счет игр наберется, я думаю. Сейчас у команды перерыв, 9 дней, игр не будет. А какой план работы у Акбарса на этой речке? Ну, планируется один выходной день, а потом усиленная работа будет. Это один из последних таких перерывов небольших, когда можно подготовить и физические, и тактические занятия проведем. Теоретические, наверное, еще. То есть все будет в Казани, Акбарс, потому что любит в Арабские Эмираты отправляться? Все будет дома. Большое вам спасибо, с победой. Спасибо. Ну, это был один из помощников Белова по фамилии Соколов, да. А я передаю все-таки слово Сергею Соколову, однофамильцу тренера Акбарса и Алексею Кузневу. Спасибо.